Здравия желаю! Итак, провели некоторые опыты. Давайте разберём теорию БТГ сегодня. Почему так всё выходит? Я тут нарисовал. Вот смотрите что. Лампочка 20 ватт. Вот лампочка. Три способа тут подключения её идёт. Вот 20 ватт, 20 ватт. Тут непонятно. Так. Ну ладно. Первый способ значит подключаем на 12 ватт выпрямитель. Что происходит? Потребление значит 20 ваттной лампочки 13,8. Это всё что может дать 12 ватт выпрямитель. А на счётчике у нас 28 ватт. Откуда же взялось ещё? 13,8 отнимем 28. То есть 14 ватт примерно. 14,2. Оно взялось вот с этой энергии. С энергии лампочки, которая идёт назад. Лампочка-то нагревается. Я думаю, это никто не будет отрицать. А что такое тепло? Это тот же самый электрический ток. Разницы никакой нет. Тем более тепло передаётся так, как лампочка на спирали. Тепло передаётся в провода. И идёт вот по фазе. По плюсу. Вот плюс. Встречается здесь. И нагревает вот этот провод и вот этот. А счётчик у нас показывает, значит, он не двунаправленный. Сейчас в основном, чтобы двунаправленный, то надо разрешение брать. В Германии применяется. В основном счётчики на 90% стоят одно направленное и стопор на задний ход. Понимаете? Что получаем? Счётчик считает, значит, эти 13,8 и то, что отдаёт лампочка 14,2. То есть практически потребление 0, даже 0,2 ватта отдаётся назад. А счётчик посчитал 28 ватт. Видите как? А если бы стоял двунаправленный счётчик, то было бы потребление 0 или даже чуть назад отдавалось. Ну, на 0 я бы была. То есть 20-ти ваттовая лампочка и хватило бы. Это когда я по той схеме, что надо подключать всегда, как я вам говорил, как и себе говорю, что надо подключать всегда меньшей мощности. Но не всегда вы можете запустить ту лампочку с меньшей мощностью. То есть для запуска можно применить больший. Сразу 2 в параллель подключить, допустим, на 12 ватт выпрямитель и на 20, как лампочка, или на 25. А потом на 20, когда она нагрелась, она пошла на 20, потому что у неё своя энергия. Нагрев – это же энергия. Вот это надо понять, что нагрев спирали – это тот же электрический ток, тепло. Электрический ток – это значит, одно холоднее, а одно теплее. То, что теплее, значит, проникает, оно легче проникает туда, где холоднее. Возникает энергия. Второй провод холодный, а этот первый проникает, второй ему помогает. То есть один он не проникнет, а со вторым вот, который холодный, минус, он холодный у нас. Ну, ноль обычно. Надо называть ноль, но они называют минус, ну пусть по-ихнему. То есть разобрали, значит, здесь что. Первый вариант. Первый вариант. А вот подключил, значит, как подключается вообще, значит, выбирает побольше мощности. Что получается? Выпрямитель на 100 ватт. На 100 ватт. Значит, лампочка отдаёт свой ток. Примерно 14, может, там, как вот мы посчитали, 14 ватт. А тут ещё, значит, прибавляется. Потому что эта-то сильнее, чем лампочка. У ней 100 ватт. А лампочка, как мы видели, вот она, 14,2 могла отдать. Оно прибавило здесь, прибавило. И получилось здесь 57 ватт. Понимаете? А на счётчике всего 36 ватт. 57 ватт. 57, почему? Потому что эти 14 и эти вот встречные встретились. 20 с чем-то там. На лампочку-то надо всего 20 где-то. Как бы. И получилось 57 здесь. Но уже это выдавливает сюда. Вот этот встречный ток давит сюда. Здесь 57, а здесь 36. То есть больше. За счёт того, что они здесь друг друга уничтожали, этот ток и этот ток. Друг друга они уничтожали, оно не 57 стало, а 36, но всё равно прибавилось по сравнению с первым. Видите? То есть взаимоуничтожение. Так как вот это сильнее, а этот слабее. А здесь наоборот. Этот сильней, а этот слабее. То есть в принципе почти уравновешивание. Тут вот здесь почти уравновешивание. То есть на 12 ватт надо. Может даже на 10. А здесь вот, здесь, вот это сильнее. И вот этот встречный. Когда этот стал давить, этот ещё сильнее стал давить. Поэтому здесь 57 стало. Но в итоге они друг друга там как бы взаимоуничтожали. Получилось 36, то есть на 8 больше. И третий вариант. Значит, то же самое. Здесь сильнее чуть-чуть. Здесь получилось 37. Точно, видите? 37. Потому что здесь где-то примерно 14. И здесь он давил. Те же 14. То есть уравновесилось. И на счётчике 37. Но посчитало, посчитало вместе, так как провод нагрелся. Это всё равно сильнее. И провод нагрелся. И посчитал. Счётчик, как я говорил, ставит. И прямую энергию обратную, то есть активную, реактивную, всё вместе ему плевать. Он ставит на нагрев. Чем больше нагрев, а нагрев, как вы понимаете, происходит, когда разность напряжения. Вот такая теория. Это значит, что получается? Надо применять первый вариант. Это второй вариант. Второй вариант. Третий вариант. То есть, первый вариант. То есть, брать меньше, чем ёмкость. Как я говорил, если она не запускается, можно, значит, сразу применить ещё один, допустим. на 50 вот сюда поставить для пуска. Или соорудить там с конденсаторов или пускатель. Ну, можно проще вот на 50 ещё. Чтоб не возиться с этими запчастями. У меня валяется много. Запустили, потом этот вот отключили на 50. Это продолжает работать. А чтоб сосёчка не сматывалась, надо значит не на 12 здесь. Раз здесь идёт, значит, 13,8, а здесь больше. Значит, надо сюда на 11,8, то есть, чуть слабее вот этот вот. И тогда будет равновесие. Понимаете? будет равновесие. То есть, потребление будет ноль. То есть, вот так вот, используя, значит, значит, низкая, низкую мощность ставим на большую. Для запуска используем большую, потом её отключаем. это может быть выпрямитель, как я буду пользовать, а это может быть просто конденсатор, это может быть магнитный пускатель, да что угодно. Дроссель какой-то, в общем, что угодно. То есть, надо поднять силу тока и напряжение в начале, чтобы запустить. Но это на 12 запускает. А нам надо не на 12, а на 11 ватт или на 10. Вот тогда у нас будет ноль. Потребление ноль. Вот в чём дело. И не применять, видите, не применять, вот это вот, когда применяем мы, значит, большой мощности, получается, что она, когда отдаёт мощность, наша большая мощность ещё увеличивает мощность. И у нас потребление, видите, вырастает. Тут 28, 36, 37. Вот вкратце эта теория. Если есть вопросы, пишите, желаю всем крепкого здоровья, процветания. Мы победили, враг разбит.